Добрый вечер! И ужасающая драма телекинез. Для тех, кто не успел увидеть премьеры прошлой недели первым или вторым, не отчаивайтесь и прямиком в кино. И будьте готовы, что в четверг на большом экране пополнение. Итак, один из самых ожидаемых фильмов этого года. Не пропустите премьеру. Нам нужны такие, как ты, Эндер. Ты станешь самым выдающимся командиром из всех. Новая угроза и герой, которому враг не готов. По мотивам мирового бестселлера масштабный космический экшен «Игра Эндера». 7 ноября в кинотеатре «Тирасполь». В эти выходные самое время отправиться на концерт вокальной музыки. В конце концов, такая возможность выпадает нечасто. Если поспешите, то вполне можете успеть на концерт в Государственный культурный центр Дворец Республики завтра в 15.00. 17 ноября в 15.00 также в Большом зале Государственного культурного центра Дворец Республики состоится концерт вокальной музыки, на котором выступит солистка Национального театра оперы и балета имени Марии Биешу Анастасия Твердохлеб и солист Приднестровского государственного хора Александр Гончаренко. В программе концерта включены Арии Моцарта, Рассини, Чайковского, Рахманинова. Ария Моцарта, Рассини, Чайковского, Рахманинова. И вот еще что. Известно мне, есть люди, которые любят кошек. Мне, увы, этого не понять, однако созерцать этих священных на Востоке, да и в каждой второй семье животных, я, пожалуй, хочу на воскресной выставке. Ставшее ежегодным шоу кошек пройдет 17 ноября в Столичном доме офицеров. Это событие – яркий день не только в жизни питомцев и их хозяев, но и тех, кто захочет увидеть конкурсанта в выставке. В программе представление животных, вида кошачьих, самых разнообразных пород, экспозиция детского рисунка, конкурс песен, стихов и рассказов о кошках. Начало в 11.00. Равно как и следующие выходные, эти вы можете провести с теми, кто дарит прекрасное настроение не только детям. Цирк Шапито снова в гостях у столицы. С 8 ноября по 8 декабря цирк Шапито в Тирасполе с программой «Парад животных», а также танцы на проволоке под куполом, гимнасты на турниках, «Смертельное колесо». Звони! 779-08-128. У нас новый Шапито, у нас тепло и уютно. Я цирк переросла, поэтому отправлюсь в театр. О постановках на этой неделе не буду напоминать, а вот о грядущих сказать обязано. Итак, «Вечер пятницы» украсит талант актеров, которые примут участие в одном из самых взрослых спектаклей репертуара. Спектаклем «Вторая смерть Жанны» театр балует нечасто, поэтому идем. Одна из версий истории Жанны Дарк, то есть там откроют такую завесу, что появляется и Бог, и кто-то кроме Бога, и на самом деле спасут ли Жанну Дарк или не спасут эту версию, и чем это будет связано с размышлениями о жизни, о смерти, о самых главных каких-то событиях в жизни и о самом большом решении, которое должна принять Жанну Дарк. И начало сезона – пора обещанных премьер. Сказано – сделано. Суббота и воскресенье у нас знаменуются премьерами. Первый раз на сцену выходит спектакль, который был в прошлом году выпущен как студенческий, а в этом году он уже перетрансформирован, уже студенты стали артистами. Туда добавилось еще определенное количество артистов. Это Лисков, Николай Лисков, леди Макбет Мценского уезда. И 24 ноября в 17.00 премьера, которая уже вышла, которая уже себя опробировала, это Александр Вампилов, старший сын-постановщик, наш уже полюбившийся режиссер Игорь Малов из Белоруссии, из города Минска. Детей порадует эксцентричная клоунада по мотивам известной сказки Сергея Михалкова «Три поросенка» 23 ноября и 24-го «Сказка о том, как заяц стал храбрецом». Оба спектакля в детское время 11 часов. Проверено. В компании с туристической фирмой «Рио» хорошо и интересно. Опытные гиды приготовили для вас маршрут досуга и на грядущую неделю. 22 ноября приглашаем любителей легкого жанра, те, кто любит слушать оперетку, в город Кишинев. В Кишиневе состоится премьерный спектакль, который называется «Веселая вдова». Великолепные голоса, яркие костюмы, легкая такая интрига. Это обычно зачаровывает. Когда будет снег у нас, сказать сложно. Но гадалки, не ходи на Буковелиеву, предостаточно, особенно в новогодние праздники. Пора подумать о главном событии зимы, о том, где и с кем его провести. Начинается раннее бронирование туров. Такие туры, как новогодний тур, рождественский тур. Можно заказать путевочку на февральский тур. То есть мы его называем студенческий тур. Это, конечно же, Карпаты. Карпаты украинские в основном. Это, конечно, один из лучших горнолыжных курортов Буковель. Те, кто еще не был на Буковеле, мы вас приглашаем, потому что есть чем сравнить с другими курортами. Очень много горнолыжных трасс. Трассы разной сложности, начиная от начинающих и заканчивая профессионалами. Естественно, размещаем в гостиницах комфортабельные номера. Продолжение следует... Продолжение следует... И заведомо хочу позавидовать тем, кто окажется на концерте живой легенды. Обладателя трех музыкальных премий Грэмми, обладателя трех премий Брит Эвордс, признанного мастера соло и ритминт-блюза. Итак, британский певец и композитор, выпустивший десятки альбомов танцевальной и романтической поп-музыки сил, в рамках мирового турне 25 ноября выступит в Кишиневе. Что ж, на этом у меня все. И в завершении хочется пожелать вам отличного отдыха. Ведь он наряду с работой имеет право быть в вашей жизни. Каким он будет решать только вам. Увидимся в следующее воскресенье. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова